здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я века и опять возвращаемся к этому свитеру сподвигли вы меня на вязание еще одного поразмыслила поразмыслила и решила почему бы и нет так что вяжу еще один еще пока расскажу про листаю а что хочу сказать вопрос который был по поводу ростка вот если вы тут присмотритесь я вязала по этому варианту тут его нет следующий вот который сейчас я буду вязать по вот этому варианту здесь он есть поэтому с этим раз точкам я свяжу такой вот буду вязать и с вот таким вот разрезе com но горловина будет из первого но что касается того свитера что я вязала я все буду комментировать то есть вы какой захотите такой и будете вязать и кому нравится кто хотел вяжите вместе со мной почему решила так именно методом совместного вязания потому что так будет быстрее для вас потому что я пока свяжу свитер пока я это видео смонтирую это пройдет месяц как минимум а вы не успеете связать как наступит лето поэтому начинаем вязать вместе и будем вязать вместе девчонки все вопросы под видео пишем следующем буду отвечать на вопросы и вязать следующий как бы отрезок слева следующий этап сейчас вяжем начинаем вязать снизу сот этих разрезов и по поводу не так спит все параллельно буду вязать и вам рассказывать так что оставайтесь смотрите до конца потому что информация в процессе вязания будет как бы думаю расскажу все что я хотела вязание начинаю моего свитера который который я уже связала почему потому что хочу вам измерить что вы приблизительно понимали если вы хотите свитер в обтяжку как вот этот данный вариант мой значит объем бедер у меня 99 сантиметров мы возьмем 100 пусть будет удобнее возможно я не в том месте измерила будем исходить из объема 100 вот этот у меня в обтяжку сегодня его проветрила я его сегодня одела в нем ходила сам он у меня ширина внутри тут у меня плот с плотностью вязания сейчас посчитаем при какой плотности вязания такой эффект достигается полной обтяжки 32 32 петли в десяти сантиметрах да а набирала я 210 вот примерно так и получается здесь вот 33 34 32 петли в десяти сантиметрах когда свитер в обтяжку то есть разница у нас тут получается у меня 17 сантиметров если вы будете вязать из таких же ниток с такой же плотностью рассчитывайте на то что разница будет то есть 17 сантиметров то есть если у вас допустим бедра 90 то у вас полуобхват получается 45 и минус 17 сантиметров это получается 28 вот так вот у вас должно при объеме бедер 90 ну да разница на пять сантиметров все правильно 28 сантиметров так что вот так вот исходим из этого девчонки шосс полуобхвата у нас минус 17 сантиметров чтобы получить прям в обтяжку что касается этих как бы вытачек я считаю это глупо это бессмысленно их делать и не нужно их делать вот если вы будете вязать вот так вот прекрасно натягивается садиться и не надо там никакие вытачки потому что я считаю с вытачками мы можем не угадать линию талию потому что в процессе вязания мы можем захотеть сделать свитерок короче длиннее допустим не хватает не тогда и мы можем уже длиной регулировать что мы будем делать поэтому на мой взгляд эти вытачки абсолютно лишнее в этом в этом свитерочки если допустим гладкая ну была вязочка такая чтобы ну которая не растягивается тогда да тогда я согласна вытачки нужны но в этом случае абсолютно не нужны так далее по ниточкам нитки у меня вот такие эти нитки точно такие же точно той же фирмы и точно такие же были нитки просто эти темно-серые эти светло-серые поэтому все грамм около 660 метров в 200 граммах то есть в 100 граммах у нас 330 метров еще одна ремарка девчонки то что я из своего опыта уже одевания вот этот воротник чтобы и кто хочет такой воротник вяжите из ниток поплотнее в любом случае добиться размера можно тут набрав тут меньшее количество петель то есть вы точно также набираете по плотности вязания вяжите образец вычисляйте свою ширину по той же системе минус 17 набираете нижние петли для низа но у вас получится вот такой вот воротник вот этот воротник он не держит форму потому что нитки тонкие правда вот я сегодня в нем походила он вроде бы и держит ну и соответственно вот как-то он все равно вот так вот пытается свернуться а мне прям хотелось чтобы он так ровненько был с ним я еще подумаю что как как его чтобы чтобы я с ними еще сделала вот чтобы она была более-менее нормально для того чтобы он был такой стоячий как на фотографии нужно просто плотнее нитки не такие тонкие как как я так вот этот узор я вязала вернее вот этот свитер я вызвала спицами один с половиной туго сейчас я буду вязать спицами троечка это я переодела я вижу вот этими троечками и связала я заготовочку 105 петель то есть я набрала те же самые 105 петель как и в этом в первом случае но взяла толще спицы если у меня было полтора сантиметра а еще несколько еще не сказала что не так у меня на вот этот ушло 450 грамм на мой 44 размер смотрите если у вас меньше 44 значит вам нужно меньше 450 граммов не так если у вас больше значит вам нужно больше то есть рассчитывайте примерно примерно на свой размер я не могу сказать как бы сколько точно ну в районе 50 граммов этот я решила вязать по свободнее потолще спицами потому что эти разрезы ки я не хочу чтобы был эффект как бы когда они я одену свитер и он нам не натянется разрезы ки у такой галочкой будут у меня там на попе так что я этого не хочу я взяла толще спицы я хочу чтобы он был такой ну как бы по свободнее помягче я бы сказал но из по свободе то есть чтобы он не был в обтяжку разреза набираю 105 петель то есть половину а ну то есть пол полу обхват бедер но полу обхват тут у меня 33 сантиметра то тут у меня 41 я надеюсь что это будет нормально да если так натянуть вроде бы в общем здесь у меня 33 сантиметра здесь у меня 41 26 петель видите тут побольше плотность набрала 105 петель провязала высоту мы плотность мерять не будем и ряды мерить не будем мы все будем мерить по себе и по сантиметров 7 сантиметров теперь ясно а еще что нам понадобится вот 4 спицы носочные потом в процессе вот таких вот бы парочку видите я тут переодела а сейчас буду этими вязать а передела эти два с половиной эти троечка то есть буду использовать другие как вспомогательные на которые я буду оставлять и вот эти если у вас есть кстати без этих можно обойтись если у вас есть достаточное количество таких на лесу с двоечка пусть два с половиной просто достаточное количество 2 вам надо дополнительных и одни основные двое дополнительных пусть будут меньше тоньше не важно главное не толще чтобы не сбиться с курсом и одни основные спицы либо основные и вот носочные и узор узор как вы заметили написала там одна девчонка узор действительно это как бы резинка но она не совсем резинка то есть перекрученная резинка обычная резинка один на один я вам сейчас вот видите здесь она выглядит как резинка один на один а здесь она выглядит вот так вот вот такой штучкой мы будем вязать вот таким вот узорчик а сейчас я набираю вот здесь вот у меня 105 петель мне нужно набрать петель минус 14 петель 91 петля я сейчас на спицы набираю 91 петлю и показываем вам узор и этот так набрала я 91 петлю и провязала один ряд резинкой лицевой теперь я делаю так значит снимаю кромочную петлю и вот эту изнаночную двину чтобы вам видно было я буду вязать за вот эту петлю то есть я беру петелечку и переодеваю ее вот так вот задней стеночкой к сожалению не записалась вот у меня ряд я провязала изнаночной не записалась я вам еще раз показываю что вяжем изнаночную петлю за вот эту заднюю стенку не за эту как при обычном вязание а зовут эту лицевую обычно а заднюю как бы перекрученную вернее изнаночную лицевую обычно изнаночную перекрученную сейчас я вам следующем ряду еще покажу потому что не хочется мне распускать и показывать заново теперь в лицевом ряду мы будем перекручивать лицевую петлю вот за беру за заднюю стеночку и переодеваю и провязываю за вот эту заднюю стеночку изнаночная лицевую переодеваю и провязываю изнаночную обычно лицевую переодеваю провязываю точно так же как и в нашем реглане нам нужно 9 петель вот эти основных которые у нас будут уходить на этом уголочке то есть провязав 9 петель мы делаем воздушную петлю всего у нас у 10 петель потому что 10 кромочная делаем воздушную петлю и вяжем по узору то есть перекручиваем лицевую изнаночную нормально в лицевом ряду мы перекручиваем лицевую петлю изнаночном ряду мы перекручиваем изнаночную петлю пока довезу до конца ряда скажу что под видео будет ссылка на я создала в группе вконтакте обсуждение в которой я выложила вот эти все листы которые я скачала с интернета с описанием того свитера которое было в интернете кому интересно почитать но я там уже мозг сломала в этом описании их поэтому кто умнее меня и разберется умнички а я решила сделать по-своему и попытаться остановить этот свитер по более простым способом вот второй вид так что по ссылочке переходите все там все фотографии все вот эти листы выложены там же в этом обсуждении можете выкладывать свои процессы как бы движение ваших процессов все мы посмотрим вплоть до того что видео посмотрим если что-то какие проблемы разберем это я нашла единственный способ коммуникации с вами как бы так чтобы вы могли показать свое изделие вот возможно в конце я потом даже видео отчет сниму с вашими готовыми изделиями вот тогда мы посмотрим всем я думаю будет интересно ну или в этом обсуждении смотрите девчонки выкладывайте не стесняйтесь переходим по ссылочке все данные будут именно в этом обсуждении что еще хочу сказать хочу спросить вернее девчонки пожалуйста под видео напишите мне с каким интервалом вы хотите чтобы я выкладывала этот процесс я не хочу чтобы я забежала слишком вперед а вы отстали или я не хочу чтобы тоже чтобы вы ждали пока я выложу видео понимаете потому что весна идет нам этот свитерочек захочется поносить поэтому пожалуйста либо всего я рассчитываю так подождите давайте остановимся раз два три четыре вот я уже лишние связала две петли то есть здесь раз два три 4 5 всего с кромочной 10 петель я делаю воздушную петлю и довязываю до конца ряда так на чем я остановилась на интервале между видео всего я так думаю их будет около 445 вот посмотрим пока я так распределила на четыре этапа этот свитер те если мы хотим его связать за месяц то получится каждую неделю по одному видео а если вы так как как вы вяжете не рощу как вы рассчитываете свои силы если два месяца мало то тогда ну раз в 10 дней я не знаю общем пишите свои мнения девчонки я поступать строить под вас я не хочу говорю за ли забегать вперед я не хочу чтобы вы слишком долго меня ждали я хочу чтобы это все шло как бы в параллель мое вязание ваше вязание чтобы допустим на каком-то этапе вот этом да мы этот этап кому непонятно разобрали возможно дополнительным ведь давайте сейчас разберемся с изнаночной петлей потом еще немного информации скажу значит изнаночной тоже дай бог чтоб не выключился камера тоже я вижу за заднюю стенку то есть перекручиваю лицевую обычно изнаночный ряд изнаночную петлю я перекручиваю здесь воздушную петлю подстраиваем под вот этот узор то есть если у нас тут лицевая мы ее вяжем изнаночной не под этот а под этот из центра вязания нашего сейчас вы определитесь купите нитки вы определитесь какой вы будете вязать с разрезом без разреза в обтяжку или посвободнее вяжем мои хорошие сейчас начало определяем весь свитерочек у нас без швов то есть вяжется все одним полотном сейчас самый легкий как бы этап это без никаких добавлений ну вот сейчас вот немножечко добавление потом ровно кто будет без разреза вязать гольфиком так те не будут добавлять и сразу наберут нужное количество петель на период и спинку и в круговую будут вязать до подмышек так здесь вот наша добавленная петля тоже изнаночная потому что мы восстанавливаем узор именно с центра вязания ну соответственно здесь получается 2 изнаночные чего они сейчас у нас все восстановится вот и сейчас я провязала опять же эти 10 и делаю воздушную петлю и вижу до конца ряда так ну пока все если вспомню что сказать пока да вижу вот эту часть в лицевом ряду то есть до конца не довязывают 10 петель опять делаю воздушную петлю изнаночные вижу как вижу вот кстати уже узор видно видите уже все уже он вырисовывается уже все прекрасно видно так что я вижу до конца этого разрезе какой изнаночная нормальная и потом мы соединяем в одно полотно и далее вяжем самостоятельно ну вот у меня уже девчонки первый нюанс я вам сказала здесь 7 петель ничего подобного число должно быть кратное 2 потому что у нас нам нужно восстановить резинку я вообще что-то я не знаю чем я думала что я убрала там 7 петель вернее рассчитала на 7 петель то есть либо 7 либо ой либо 6 либо 8 зависимости от того какой разрезе хотите вот этот разрез будет из 8 петель у меня у меня сколько сантиметриков 6 и здесь я еще провязала кстати 2 ряда чтобы перед переходы этот был ну всем с половиной тут 6 а тут 7 с половиной еще один юанс это к счастью я об этом не подумала но у меня случайно получилось так как нужно я эту нитку обрываем сейчас я буду соединять вот спиночку смотрите девчонки при наборе петель и число не должно быть должно быть нечетным потому что в начале и в конце нам нужно петля так из которой мы начинали то есть видите после кромочной изнаночная перед кромочной изнаночная здесь у меня перед и после кромочной лицевая вот так у вас должно быть то есть спинка начинается у нас изнаночной вперед начинается с лицевой для чего чтобы опять же восстановить узор кто будет вязать без этих разрезов вообще не заморачивайтесь по поводу это этого всего это касается только наших разрезов сейчас для тех кто вяжет без разрезы к я сейчас соединяю вы просто набираете петли по кругу и вяжите вот так как я буду сейчас связать вам даже не нужен тот узор который я показала вернее нужен только один его ряд лицевой ряд все теперь мы соединяем это все и будем вязать по кругу то есть изнаночную мы вяжем обычной изнаночной лицевая у нас перекрученная все вяжем до момента подмышек ровненько и не забываем мне написать пожалуйста с каким интервалом видео чтобы вам было комфортно и удобно не забываем также переходить по ссылочке в группу вконтакте и оставлять свои уже результаты труда мне будет очень интересно посмотреть ну и тех которые хотят прочитать само описание источника так следующем видео скажу вам что будем вязать рукав вот когда мы потом будем соединять что касается подреза этот я вязала без подреза там девчонки спрашивали вот этот посмотрим возможно я и я его сделаю вот сказать могу только тогда когда я свяжу эти заготовки и визуально уже буду видеть как там все выглядит так вот она соединиться все вперед у меня будет маленько короче спинка длиннее вот вы знаете сейчас я задумалась о том не сделать ли мне это цветы рук вот этот второй коротеньким таким чуть ниже талии вот с этими разрезами чтобы можно было бы одеть под него рубашечку такую на выпуск не знаю пока я вижу я об этом подумаю какой длины я хочу вообще такая идея пришла возможная этот второй вариант раз уже этот у меня гольфиком таком таким зимним то этот уже надо связать как-то немного другим вариантом так все вопросы тоже под видео девчонки следующем видео отвечу перед видео там буквально пару пару минут оба пройдусь по вопросам те которые нуждаются в помощи вот дохожу я до конца ряда сейчас я вторую сторону соединю и буду вязать по кругу уже мне нужны только вот эти одни спицы я буду вязать все 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 по кругу перетяну сейчас спицу сюда всем желаю удачи девчонки начинайте вяжите вещь простая и интересная это же как одна подписчица написал от вещь не к этому свитер и к другому вечно во все времена вот это из той же серии вещь действительно во все времена она будет актуальна всегда я считаю такой свитерок а вот видите теперь это лицевая вот если мы вяжем по кругу теперь этот ряд я уже как бы вижу второй раз лицевым теперь она вяжется вот обратите внимание для тех кто не будет вязать разрезе к этот вот смотрите если вы наберете петли по кругу смотрите уже перекидывать вот так вот не надо тут достаточно она более-менее перекрученная достаточно будет ее вот так вот подхватить и провязать только зовут эту заднюю стеночку и все и не надо переодевать как я одевала это для тех кто начнет вязать вот именно гульфик сразу то есть вязать в круговую сразу же только лицевой ряд он проще вяжется чем то есть в круговую вяжется этот узор проще чем туда-обратно туда-обратно просто можно запутаться где перекручивать лицевую где перекручивать изнаночную вот немножечко непонятно все мои хорошие теперь я вижу ровненько до подмышек вы начинаете вязать меня догоняете пишите когда ждете следующее видео я подстраиваясь под вас и вяжем дальше желаю всем удачи с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока